Книга 2. Святого Отца нашего Яна Златоуста. На Псалом 131. Вспомни, Господи Давида, и все сокрушение его, кротость его. В других местах и спрашивается спасение только ради памяти предков, а здесь говорится и о добродетелях, о том, что служит источником всех благ, о скромности, смиренно-мудрой, кротости, которой особенно отличается и Моисей 419. Он был, говорит, писание, человек более кроткий всех мужей на земле. Числа 12.3. Но некоторые из еретиков, осуждая его поведение и сказанные слова, говорят, что говоришь ты? Уже ли был самым кротким тот, кто напал на египтянина и убил его, кто пролил столько крови иудеев и произвел между ними столько войн, кто позволял родственникам убивать родственников, кто молитвой разверз землю, не звел огонь свыше и одних потопил, других сжег? Если такой человек был кроток, то кто же гневлив и жесток? Перестань, не говори пустого. Я утверждаю и не перестану утверждать, что он был кроток и даже самый кроткий из всех людей. Если хотите, то не другим чем-нибудь, а тем самым, что сказано против него, постараясь доказать его кротость. При этом можно было бы сказать о том, что говорил он перед Богом о своей сестре, о молитве, какую вознес за народ, о всех этих апостольских и достойных небоизречениях, о снисходительности, с какой он беседовал с народом. Можно было бы и об этом сказать, и перечислить многое другое, но если хотите, оставив это, мы из самых тех слов, которые вышесказаны врагами, докажем, что он был самый кроткий человек, из того самого на основании чего некоторые называют его тяжелым, жестоким и гневливым. Каким же образом мы докажем это? Если наперед, различим и определим, что такое кротость и что жестокость. Поражать еще не значит быть суровым, и щадить не значит еще быть кротким. Кроток тот, кто и может переносить нанесенное ему самому оскорбление, и защищает несправедливо обижаемых, и сильно восстает против обижающих. Напротив, кто не таков, тот беспечен, сонлив, нисколько не лучше мертвого, а не кроток и не скромен. Не обращать внимания на обижаемых, не соболезновать несправедливо страждущим, не гневаться на обижающих, это не добродетель, а порог, не кротость, а беспечность. Таким образом, то и доказывает кротость его, что он был так горяч, что тотчас устремлялся, когда видел других обижаемыми, не могши удержать негодование в защиту справедливости. А когда сам терпел зло, то не мстил, не нападал, но всегда оставался любомудрым. Если бы он был жесток и гневлив, то воспламеняясь и разгорячаясь так за других, он не оставался бы спокойным за себя самого, но тогда гораздо более предавался бы гневу. Вы знаете, что нам гораздо тягостнее касающиеся нас самих, нежели других. А он, когда другие терпели зло, отражал обиду не менее самих страждущих, оскорбление же, наносимое ему самому, переносил с великим терпением, будучи высок в том и другом случае, выражая в первом свою ненависть ко злу, а во втором свое долготерпение. А что, скажи мне, ему следовало делать? Пренебречь наносимую обиду и зло, причиняемое народу. На это свойственно было бы не вождю народа, не великодушному и не злобивому, а недеятельному и беспечному. Ты не осуждаешь врача, который посредством отсечения останавливает гниение проникающего в все тело. Почему же называешь жесточайшим человеком того, кто решился сильным ударом прекратить болезнь, гораздо опаснейшую гниение, распространявшуюся по всему народу? Это свойственно неразумному судье. Начальнику, такого множества людей, вождю народа столь жестокого, грубого и необузданного, следовало в самом начале остановить и при двери удержать зло, чтобы оно не простиралось далее. Но скажешь, он сделал, что земля поглотила Дофана и Верона. Что говоришь ты? Уже ли нужно было оставить без внимания попрание священства, нарушение законов Божиих, разрушение того, чем держится все, то есть священного сана, сделать недоступное доступным для всех и через слабость к этим людям дозволить всем желающим попирать священную ограду и не спровергнуть все. Но было бы делом вовсе не кротости это, а бесчеловечия и жестокости. Оставить без внимания распространение такого зла и, пощадив 200 человек, погубить столько тысяч. Так же скажи мне, когда он повелел убивать родичей, что надлежало ему делать, если Бог гневался? Нечестие возрастало и никого не было, кто мог бы избавить их от гнева? Допустить ли, чтобы удар небесный не шел на все колено и предал совершенной погибели весь род, оставив без внимания вместе с наказанием и грех, который делался неизлечимым, или наказанием и убиением немногих людей уничтожить грех, удержать гнев и преклонить Бога на милость, преступником. Если таким образом будешь исследовать дела праведника, то отсюда особенно и увидишь, что он был весьма кроток. 421. Впрочем, предоставлю обознательным делать заключение из вышесказанного. Чтобы нам предмета постороннего не сделать, больше ближайшего, возвратимся к предложенному. Что же предложено? Вспомни, Господи, Давида и все сокрушения его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. Предположив говорить о кротости Давида и оставив дела его в отношении к Саулу, братьям, к Енофану, долготерпение в отношении к воину, который осыпал ее бесчисленными порисаниями, и другие многочисленнейшие, сталмопевец обращает речь к главному делу, которое показывало особенно великую ревность. Почему же он поступает так? По двум причинам. Во-первых, потому, что это преимущественно благоугодно Богу. На кого возрю, говорит он, на кроткого, молчаливого и трепещущего пред словесами моими? Исаев 66.2. Во-вторых, потому, что тогда особенно нужным делом было возобновление храма, построение города, восстановление древнего общественного устройства. Потому он особенно к этому и обращает речь, так как известное и признанное всеми оставляет то. Всем известна была кротость Давида, а это особенно нужное для его цели выставляет на вид. Действительно, что тогда желали ведь иудеи? Возобновление храма и восстановление древнего богослужения. А так как этим делом особенно славился Давид, то как бы в награду за его усердие псалмопея спросит о построении храма и говорит, «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложу мою, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилище сильному Иакова». Но как это относится к тебе? «Так, как я, — говорит, — потомок его, и так как ты, приняв его усердие, обещал восстановить его роды царства, то ныне мы и просим исполнить эти обещания». Давид не сказал, «Пока не построю, потому что это не было дозвольно ему. Но доколе не найду места Господу, не упоминая о том, кто построил, псалмопевец указывает на того, кто дал обед, чтобы ты знал, сколь великое благо, дух правый и как Бог всегда назначает награду за намерение». Поэтому об нем особенно и упоминается, так как он был строителем более нежели сын его, потому что он дал обед, а этот получил повеление. И посмотри на его усердие. Не только говорит, «Не вступлю в дом и не взойду на Одер, но и тем, что составляет необходимую и естественную потребность, не буду наслаждаться спокойно, пока не найду место и селение Богу Иакова». В противоположных этому чувствах Бог укорял иудеев, когда говорил, «Вы живете в домах ваших каменных, а храм мой пуст». Аг. 1.4 «Да коли найду место Господу, селение Богу Иаковлеву». Посмотри опять и здесь на усердие и заботливость души его. Царь говорит, «Да коли найду место Господу, селение Богу Иакова», тогда как сам владел всем. Он хотел построить не просто, но на месте, самом удобном и самом приличном для храма, и должен был искать этого места. Так он был неусыпно заботлив. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иорима. Теперь повествует о том, что было давно, выражая, что и прежде Ковчег много времени странствовал, переходя с места на место. Поэтому и говорит, «Мы слышали о нем в Ефрафе». То есть об этом рассказывали нам отцы наши. Мы знаем по слуху, что и тогда странство везде по полям и пустыням. Он потом был поставлен на месте, тоже пусть будет и теперь. Слово «В Ефрафе» означает здесь колено Иудина, в котором Ковчег поставлен был после долгого странствования. «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его». Видишь, какое чувственное он употребляет выражение о причине великой бесчувственности слушателей, упоминая о селениях божьих, о ногах и месте, где стояли ноги его. Все это он говорил о месте Ковчега, так как оттуда исходили страшные глаголы, разрешившие недоумение касательно дел иудейских и предсказывавшее будущее. «Встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и Ковчег могущества Твоего». И то и другое справедливо, потому что оттуда была подаваема святость, и хранившиеся там письмена доставляли и святость, и силу. 423. Хорошо, так сказал он. Действительно, через Ковчег Бог явил силу не раз, не два, многократно, как, например, когда он взят был азотянами, когда неспроверг идолов, когда поразил, прикоснувшись к нему, когда остановил язву по возвращении Своем, и другими делами совершенными там Бог и являл силу Свою. Что значит? «Восстань, Господи, встань на место покоя Твоего, ты, Ковчег, могущество Твоего, значит, Бог явил силу. Священники Твои облекутся правдой, и святые Твои возрадуются. Утверди на месте, говорит, нас, странствующих, и Ковчег носимый, и хотя когда-нибудь устрой, наконец, успокой его». Это гораздо яснее, потому что он молится, а не пророчествует, и просит о приобретении добродетели. «Правда», здесь он называет священные обряды, священство, богослужение, жертву, приношение, а вместе с тем и беспорочный образ жизни, которого особенно надо натребовать от священников. «И священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются. Смотри, он не просит ни построения города, ни обилия жизненных припасов, ни другого какого-нибудь благополучия, но благолепие храма, успокоение ковчега, совершенство священников, священных обрядов, богослужения, священство». Далее, так как просившие этого сами были виновны во многих грехах, он опять прибегает к предку и говорит, «Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего». «Что значит, ради Давида, раба Твоего?» «Не только за добродетель Его говорит, и не за то, что Он показал такое усердие к созданию храма, но и потому, что Ты дал Ему такое обещание. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего». «Кого?» «Того, кто тогда был помазан, управлял и стоял во главе народа. Клялся Господь Давиду в истине и не отречется ее, от плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем». Упомянув о Давиде, о добродетели этого мужа, усердие его к храму, изложив древние события, высказав просьбу о восстановлении прежнего их общественного устройства, он теперь предлагает самое главное, именно говорит о Божьих обетованиях. Каких? «От плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем». Но эти обетования даны были непросто. А с некоторым условием, какое же это условие? «Послушай, если продолжает он, сыновья Твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле Твоем». Заключив такие слова, Бог вручил ему рукописание, а они отвечали, «Все, что говорил Господь, сделаем и послушаемся». Потом видит, что одна сторона нарушила условия, он обращает речь к месту, отовсюду заимствуя слова утешения, «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе, это покой мой навеки, здесь селюсь, ибо я возжелал его». То есть не человек избрал это место, а Бог назначил его, снисходя к их слабости. Смысл условия его следующий. Место, которое ты взял, которое избрал, которое назначил, которое признал удобным для себя, не попусти разрушиться и погибнуть, потому что ты сказал, здесь селюсь, но он сказал это с условиями, какими, «Если сыновья твои будут сохранять завет мои, откровения мои, которым я научу их». Здесь называют обилие жизненных припасов, плодородия и молятся, чтобы все текло к ним, как бы из источников. Действительно, такой образ жизни вели в древности иудеи, не чувствуя естественных нужд. Когда только Бог благоволил к ним, не было у них ни недостатков в хлебе, ни голода, ни язвы, ни преждевременной смерти, ни другого чего-нибудь подобного, что обыкновенно случается с людьми, но все текло к ним, как бы из источников, потому что рука Божия исправляла немощь дел человеческих. Таким образом, он говорит здесь, «Ты обещал благословить его ловитву, то есть подать изобилие в вещах необходимых при великой безопасности. Пищи его благословляя, благословлю, нищики его насыщу хлебом, священника в его облику во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облику стыдом, а на нем будет сиять венец его». Смотри, какое благополучие во всех отношениях. Они не будут иметь недостатка ни в чем необходимым. Священники в безопасности, народ в радости, царь в силе. Светильником он называет здесь или царя, или покровительство, или спасение, или свет. А вместе с тем, величайший вид благополучия. Какой? Тот, что враги скроется, и не будет никого, кто мог бы повредить этим благом. Не сказал просто погибелью, но студом желает, чтобы они скрылись живые, удалились, и своими страданиями свидетельствовали о силе и благоденствии этого народа. На нем процветает святыня моя. Что значит на нем? На народе. Мне кажется, что здесь говорится о благополучии, безопасности, силе, царстве. То, что я определил ему вначале, говорит, будет процветать, умножаясь, не увидая и не уменьшаясь. Но все это будет в таком случае, если сохранятся вышесказанные условия. Какое? Если сохранятся на вят твои завет мой, одни обетования Божьи не доставляют нам благ, если и мы не будем исполнять следуемое с нашей стороны, имея их в виду, не должно малодушевствовать и предаваться беспечности. Многих из тех благ, которые Бог обещал, Он не подает, если получившие обещания оказываются недостойными. Равно как и наказаний, которыми Он угрожал, Он не приводит в исполнение, когда те, которые прогневляли Его, впоследствии исправляются и отклоняют гнев Его. Итак, зная это, не будем ни предаваться беспечности по причине обетований, чтобы нам не упасть, ни отчаивать себя по причине угроз, но исправляться. Таким образом, мы можем достигнуть будущих благ, благодати и человеколюбия Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава по веки веков. Аминь.